Дмитрий Петропавловский Чем дышит ваш банк? Чем он знаменит? Хорошо. Наш банк, МСП-банк, это банк содействия развития малого и среднего предпринимательства в России. Входит в группу внешне-конамбанка, и основная его направленность – это финансирование неторгового сектора малого и среднего бизнеса в части инноваций. Он не имеет филиалов и не имеет отделений. Это одно предприятие, одна главная контора, которая работает по всей территории Российской Федерации, 83 регионов, через региональные банки. То есть у нас достаточно большая сеть партнеров, банки и микрофинансовые организации. Основная направленность, как я уже сказал, это финансирование малого и среднего бизнеса. Какие особенности специфика вашей работы налагают на функционирование IT-службы и на IT-проекты в целом? Что приоритетно, что менее приоритетно для вас, как для банка, работающего фокусно с малым и средним предпринимательством? Ну, поскольку у нас нет клиентов физических лиц, мы работаем с корпоративными клиентами. И в большой степени мы работаем, как я уже сказал, с деньгами, которые выделяются из бюджета. Основное ядро направленности IT – это обеспечение учетных операций в части общения с региональными банками и отчетность. Поскольку мы работаем, еще раз повторюсь, с бюджетными деньгами. Отчетность перед государством. Да. Много очень работ связаны с отчетностью перед внешнеэкономным банком и перед контролирующими органами, как обычный банк. Но так же, как и в любом банке, у нас есть и свои АБС, где ведутся учетные операции. Есть модули и по ценным бумагам, и по векселям, и по системам, которые обеспечивают отправку сообщений во внешние среды, и обработку этих сообщений, платежных сообщений, в том числе их переработку и отражение в балансе банка. То есть, все остальное, так же, как и в обычном банке, у нас присутствует. Объем транзакций у нас небольшой, но суммы, которые циркулируют в системах, они очень большие, сами понимаете, поскольку финансирование бизнеса требует больших вложений. — Я так понимаю, что вы работаете в банке уже достаточно давно, более четырех лет. — Четыре года, да. — Да, и за это время много что удалось построить в плане информационных систем. И я бы даже сказал трансформировать, потому что четыре года назад для информационных технологий это гигантский период. Сменяется практически целиком поколение, как и программных продуктов, так и аппаратных средств. Расскажите о тех проектах, которые за это время, ну, на каких-то наиболее выдающихся, были сделаны, как они были реализованы, что принесли. — Ну, у нас, да, действительно были сделаны большие шаги, вот за эти четыре года большие. Проекты мы осуществили, и это касается не только прикладных систем, но и, в первую очередь, я должен сказать, в организационном плане. То есть то, на что всегда указывают аудиторы, когда работают с банками, должна быть разделена разработкой сопровождения. Здесь нам удалось разделить организационно эти направления и функционально, не только организационно, но и функционально. То есть разработчики у нас не имеют возможности вносить какие-либо изменения в работающие, живые базы данных. В части инфраструктурной, безусловно, это веяние, так сказать, времени было, когда переходили все на виртуальные системы. Вот мы виртуализировали полностью нашу инфраструктуру вычислительную. И также мы за счет экономии средств виртуализации, да, позволяя это делать, мы построили РЦОТ, в котором достаточно небольшой объем по площади занимаем, но, тем не менее, там сумели разместить все необходимые вычислительные средства для размещения там, на этих мощностях, критически важное приложение. Это достаточно серьезный момент, поскольку, еще раз говорю, ответственность очень большая в части обработки транзакций, они имеют большие объемы. Этот же РЦОТ мы соединили со всеми внешними системами. У нас регулярно, каждые полгода проходит испытание. Выезжает туда группа критически важных людей, которые занимают свои рабочие места. Мы включаемся, все проверяем, осуществляем операции ежедневные, как должен работать банк. Ну и в части приложения, безусловно, тоже большой был сдвиг сделан, поскольку система кредитования малого и среднего бизнеса у нас несколько специфическая. Была разработана большая система по кредитованию через партнерские банки. Эта система была связана и с покупной системой АБС. Были также еще большие проекты по внедрению в систему учета ценных бумаг, векселей. Еще один серьезный проект был по разработке комплекса предоставления услуг нашим клиентам, банкам, партнерам и МСП, поскольку они должны предоставлять нам отчетность. Система предоставления услуг через интернет, так называемый МСП онлайн, который также мы интегрировали с нашей АБС и с нашей собственной разработкой. Такой достаточно хороший, серьезный комплекс получился, когда МСП-банки могут через интернет передавать нам отчетность. Мы это контролируем, смотрим, как расходуются средства бюджетные. Большой объем работ был сделан, чтобы внедрить в систему бюджетного планирования и управленческого учета. На хранилище была построена система обязательной отчетности. То есть, достаточно большой объем различных систем мы внедрили за это время и интегрировали между собой. Что, в общем-то, тоже непростая задача интеграции. Вы сами знаете, что это очень серьезный проект, не кончающийся. Развивающийся. Развивающийся постоянно. Как ремонт, его нельзя закончить, его можно прекратить. — Скажите, а непосредственно руководство банка, основной бизнес-заказчик того, что вы делаете, как он оценивает вашу работу? И насколько вы чувствуете помощь и понимание со стороны руководства в трансформации IT, которым вы занимаетесь? — И как ставятся задачи, в том числе, в трансформации? — То есть, IT, конечно, не живут сами по себе. Все, что делается в IT, это, безусловно, диктуется, прежде всего, требованием бизнеса. То есть, основная направленность бизнеса — это выполнение стратегических задач банка. На основании этих требований уже строятся какие-то IT-сервисы, которые определенные требования предъявляют уже к IT-инфраструктуре. То есть, все между собой взаимосвязано. Безусловно, ни один проект, в принципе, серьезный в банке, не может пройти успешно, если не будет поддержки руководства банка. Вот у нас такая серьезная поддержка есть. Ну и, безусловно, я, как уже говорил, что система развивается в соответствии с требованиями бизнеса. И все, что мы сделали, это, безусловно, востребовано. Бизнес понимает и принимает, ну и, соответственно, и требует тоже от нас, чтобы мы выполняли в соответствии с их потребностями, их задачи. Так что здесь как бы есть полное взаимопонимание. И еще раз говорю, что у нас серьезная поддержка со стороны руководства позволяет эти проекты реализовывать. Формулирование задач больше на бизнес-заказчики, больше на вас проработка? Ну, здесь как бы 50 на 50, можно сказать. То есть, безусловно, формулирование требований функциональных – это, конечно, бизнес. А чтобы трансформировать это в язык, понятный нашим партнерам, с которыми мы работаем, скажем, которые нам поставляют эти решения, либо собственными разработчиками, это, конечно, уже в большей степени задача IT-подразделения. Вот у нас есть технологически подготовленные люди, которые понимают хорошо и бизнес, и в IT разбираются, они помогают в формулировании этих требований. Раз мы заговорили о партнерах, какие требования предъявляете вы, как руководитель вашей команды, к выбору поставщика, будь то по разработке, либо по адаптации какого-то приложения, либо просто по поддержке? Есть ли какая-то специфика в вашем взгляде? Специфика, я думаю, такая же, как и у всех руководителей IT. Безусловно, чтобы партнер был надежным партнером, чтобы он уже имел какие-то наработки и внедрения, которые могли бы продемонстрировать его, скажем, значимость и возможность совершить те льняные операции, чтобы выполнить задачи, поставленные перед ними. Но часто бывает так, вернее, не часто, но бывает так, что у нас был такой случай, когда к нам пришла компания, которая, в принципе, никак еще не показала себя на рынке. Но когда мы с ними стали беседовать, они на нас произвели неизгладимые впечатления своей энергией, своей целенаправленностью и не стремлением побольше заработать, а стремлением показать, что они умеют, и попробовать это вместе с нами реализовать. И мы в то время еще не работали по 223-му ФЗ, тогда мы имели возможность во время беседы выбирать партнера. Мы сделали ставку на эту компанию, и сейчас очень довольны, что мы не ошиблись, потому что все, что у нас сейчас в части виртуализации вычисленного комплекса и теперь уже проект по рабочим местам, виртуализации рабочих мест, это все выполняется совместно с этой компанией, и мы очень довольны. И сопровождение комплекса ведется силами этой компании. Вот так вот бывает. То есть компания, в принципе, без имени на рынке была, а сейчас они, конечно, достаточно известны. Но иногда стоит и в глаза посмотреть, и пообщаться. А упомянут вами 223-й закон, с вашей точки зрения, насколько стесняет в правильном выборе поставщика? Нисколько не стесняет. Надо правильно просто формулировать требования. Он более гибкий, чем бывший, 94-й, и сейчас новый закон создается. Нисколько не стесняет, даже наоборот. Если раньше заявлялось, что, например, Банк МСП занимается поиском партнера в части реализации того или иного функционала, просто невозможно было отбиться от звонков, то сейчас мы совершенно четко говорим, что все наши требования расположены на закупке ГОФРУ. Смотрите, обращайтесь туда, участвуйте в конкурсах. Для всех эта тема открытая. Нам это, на самом деле, серьезное облегчение. Важно, безусловно, грамотно сформулировать требования и к функционалу систем, которую вы хотите построить, и к поставщику, как то наличие у них внедрений, опыт работы в той или иной области, на рынке, 5-6 лет, например. То есть это надо просто правильно формулировать. Очень приятно слышать, что те изменения, которые делаются именно в правовой, в законодательной базе, они, собственно, приносят пользу непосредственно IT-службам. Скажите, а вот такая достаточно частая задачка, которая стоит перед руководителем относительно выполнения каких-то проектов, каких-то разработок, прежде всего, программных, наверняка вы с ней сталкиваетесь. Делать это самим, собственными средствами, либо привлекать подрядчиков. Как у вас принимается решение в ту или иную сторону? – Безусловно, это всегда дилемма для руководителей. Но наше мнение такое, что мы беремся за те, за реализацию собственными силами тех задач, которые являются специфическими. То есть, скажем, аналогов, например, на рынке нет. Как я уже сказал, на момент взрывного всплеска реализации программ по финансированию нового и среднего бизнеса в 2009 году, я еще не работал в банке, но на тот момент просто не нашли адекватную систему на рынке, и реализация этой системы была собственными силами. Еще раз повторюсь, у нас даже и стратегия прописана. Мы рассматриваем вариант собственной разработки на случай, если специфика и на рынке такого решения нет. Изобретать велосипед нет такого стремления. – Спасибо, Дмитрий. Продолжим наш разговор после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами с программой «Айти-трансформация». Дорогие друзья, мы возвращаемся в студию программы «Айти-трансформация». С вами ее ведущие Вячеслав Кадников и Сергей Золотарев. И напоминаем, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Петропавловский, директор Департамента информационных технологий МСП «Банка». Переходя к нашему следующему вопросу, хотелось бы поговорить вот о чем. Сегодня очень часто представители в основном розничных банков говорят о том, что те возможности, которые дает аналитика, анализ поведения клиентов банка, даст серьезный выигрыш тому банку, который научится этой информацией пользоваться. Причем да, этот выигрыш можно монетизировать, перевести в деньги. И это всем безумно нравится. И очень многие банки начинают, либо кто-то уже, так сказать, в середине этого процесса находится. То есть так или иначе, если вот несколько лет назад люди занимались поголовной виртуализацией, то сейчас все занимаются внедрением аналитических систем, которые призваны проанализировать ситуацию и дать какие-то там рецепты, либо показать тренды. Ну, в общем, какую-то информацию, которая поможет бизнесу принять новые решения, заработать больше, либо сэкономить. Вот ваш банк не является розничным, да, но тем не менее, насколько я понимаю, и для вас аналитика является ценным инструментом. Ну, безусловно, да, безусловно. У нас очень серьезная система существует в банке. Она была внедрена полтора года назад. По прогнозированию, аналитике ситуации в стране в целом по малому и среднему бизнесу. По городам и по моногородам, и по занятости в определенных областях. То есть очень большие аналитические инструменты там представлены. Серьезная система. Ей пользуется не только у нас в банке. Ей пользуется... Данными этой системы пользуются и во внешнеэкономбанке. И я знаю, что в Минэкономразвитии передаются данные из этой системы. То есть это серьезная аналитика, которая используется, в том числе, руководством и предоставляет информацию в различных разрезах по малому и среднему бизнесу в России. То есть это такой срез информации по разным показателям? Да, у нас существует серьезный аналитический центр. Регулярно он каждый день выдает всем заинтересованным лицам материалы, справку. Ну что-то такого, типа ситуационного центра по ситуации с малым и средним бизнесом. Поэтому да, это присутствует, это востребовано, это широко используется и в представительстве, и в работе собственного банка. А какие задачи решает вот такого рода аналитик? Ну опять же, проводя параллель с розничным банкингом. Там аналитика, допустим, решает задачу, какой продукт предложить клиенту. Как спрофилировать клиентов с тем, чтобы наиболее адекватно с ними работать в дальнейшем. Соответственно, предсказание спроса. Вот у вас какие задачи решают? В том числе и эти задачи решаются, безусловно. То есть есть некая продуктовая линейка. Эта система выдает информацию о тех, в каких регионах, какие продукты пользуются наибольшим спросом. Может быть, что-то в этих продуктах надо переделать. Скажем, процентную ставку или еще какие-то параметры. Эти данные потом используются для того, чтобы наши структуры поработали над этими продуктами, внедрили новые продукты. Ну а мы уже, со своей стороны, безусловно, обеспечиваем их реализацию в части информационной поддержки. Вы упомянули, что ваш банк активно сотрудничает в регионах с банками-партнерами. А на уровне IT происходит какая-то интеграция или обмен информацией между системами, установленными у вас, и партнерскими? У нас были задумки, чтобы использовать систему, нашу собственную систему или систему покупную, каких сейчас нас на рынке очень много. Многие разработчики называют это системой кредитный конвейер, когда, скажем, можно было бы представить наш банк как головная контора, и филиалы – это наши банки-партнеры. На эту тему мы говорили с некоторыми партнерами, но для них это дополнительная нагрузка. Поэтому дальше разговоров это не пошло. Тем не менее, вы же должны предъявлять банкам-партнерам какие-то стандартные требования к сбору информации. То есть это пока происходит на уровне регламента. У нас есть, безусловно, все это оговаривается в договоре, который подписывается с каждым банком-партнером. Материалы, как я уже говорил, передаются нам в строго определенных форматах через интернет, через нашу систему МСП онлайн. И на уровне, так сказать, оговоренности форматов и объемов данных, и информации, которая должна предоставляться, безусловно, все это оторжено в договорах с нашими партнерами, они используют наши системы для передачи информации. Ну что ж, замечательно. Все, так сказать, все, что не делается, все делается к лучшему. И с этим хотелось бы поинтересоваться вот чем. Как мы уже говорили, IT очень сильно меняется со временем. И то, что те ситуации, которые 3-4-5 лет назад нам виделись в одном свете, они выглядят сейчас абсолютно по-другому. Меняются подходы, меняются продукты. В этом ключе как поменялось ваше собственное восприятие тех процессов, которые происходят в IT, восприятие технологий, применимость этих технологий в современном моменте? – Ну, здесь достаточно долгий разговор может получиться. Те новые тенденции, которые сейчас существуют на рынке IT, безусловно, они витают, так сказать, идеи в воздухе. Это мобильность, безусловно, это большие данные, доступность этих данных, передача на аутсорсинг, разработки или вообще полностью всех систем их сопровождения. Серьезные вопросы, каждый из которых для каждого банка решается индивидуально, потому что где-то руководство может пойти на то, чтобы передать свои системы на аутсорсинг, где-то с точки зрения информационной безопасности, позиции, которые очень сильны, это будет строго под запретом. Везде, как бы, в математике начальные условия, они разные. И многие ведь банки начинали, конечно же, с разработки собственных систем. Когда-то они считались лучшей из лучших, и бизнес всегда приветствует в большей степени собственную разработку, потому что местные разработчики сделают для тебя и без бумажек все, что ты хочешь. Но со временем просто эти системы потом превращаются, я не скажу, что в тормоз, но они не меняют платформу свою, они достаточно сильно завязаны на своих собственных разработчиков. Когда-то, наверное, наступает момент, у всех по-разному, когда приходит к мысли, что надо модифицировать свою собственную систему. Кто-то переходит на покупные системы, но это всегда вызывает очень сложности большие в взаимоотношениях с бизнесом, потому что это для них переход с их точки зрения на более низкий уровень, поскольку они не рассуждают критериями IT, что это более современная платформа. Они просто видят, что для них это дополнительная нагрузка. Те бантики, хотелки, которые были в собственной разработке, они могут и уйти. Это для каждого банка своя собственная ситуация складывается. Часто бывает так, безусловно, очень много банков, когда, опять же, хорошая система первоначально, потом становится тяжестью для этого банка. То есть новые или, скажем, другие модули, которые были закуплены, сделаны на более современных платформах, а твоя система, она хоть и выполняет свою функцию, но она как бы в стыковках уже проигрывается современным системам. Здесь очень много времени просто тратится на интеграцию. Интеграция собственными силами в большинстве случаев проходит. Отсюда риски, серьезные риски ошибок. И, безусловно, от завязанности на определенных людей. Я знаю большой и крупный банк с участием на странах, который, в принципе, еще в 90-х годах построил свою собственную информационную систему. Она была лучшей из лучших. Она выигрывала все сравнения с западными системами. Сейчас там осталось 2-3 человека, которые только знают эту систему. Во всех филиалах и отделениях уже стоят современные системы. Головная контора никак эту систему поменять не может. Ситуация такая, что только 2,5 человека знают эту систему. Как вы относитесь к тенденциям, что предпочитают во многом как раз в банках эти унаследованные системы просто выводить из эксплуатации, оставляя данные в каком-то центральном архиве, к которому впоследствии подключаются новые системы? — Ну, опять же, я говорю, что насколько это возможно сделать. — Технической точки зрения. — Да, с технической точки зрения, безусловно. Но многие банки к этому приходят. Безусловно, приходят. И даже идут... Мы же общаемся между собой с 90-х годов. В 90-м году я первый раз пришел во внешнеэкономбанк. Потом была банком ФК. Мы между собой все общаемся. И, конечно, у всех банков ситуация разная. Но приходят они к выводу одному, что с точки зрения IT, опять же, правильнее выстраивать систему, которая бы имела единую платформу. Тогда решение всех этих вопросов сложных по интеграции уходит в сторону несколько. Безусловно, здесь возникают ситуации, когда начинают считать большие деньги, что система может стоить слишком дорого, сопровождение ее тоже очень дорого. Но это, опять же, рассуждения такие. То есть нужно на листочке разделить две половиночки. Покупная система и собственная система. И собственная система никогда не обходится бесплатно. Потому что разработчики тоже стоят дорого. И, собственно, амортизация, и рабочие места, свет, и налоги, которые платятся. Здесь должна быть золотая середина. Каждый банк для себя должен решать самостоятельно, насколько это оправдано в данной ситуации будет. Вопросы собственной разработки чаще всего связаны с проблемой создания и удержания команды эффективной. С точки зрения кадрового вопроса в работе IT-департамента, какие вы видите на текущий момент проблемы с поиском персонала, с удержанием его? Есть ли это и сталкиваетесь ли вы с ними? Безусловно, такие вопросы появляются и проявляются. Стоимость грамотных IT-разработчиков на рынке сейчас очень высокая. У нас не всегда есть возможность заплатить за разработчика или за специалиста IT столько, сколько он запрашивает. С этим мы сталкиваемся. И мы стараемся мотивировать наших собственных сотрудников, чтобы развивать их в том числе. Посылаем на курсы, обучение. Безусловно, нам везет иногда. Бывает, мы на какую-то позицию ищем и полгода, и год специалиста. У нас очень грамотная кадровая служба, которая нам очень здорово помогает. Находим мы таких людей, которые, в принципе, удерживаем. Нагружаем их интересной работой, они с энтузиазмом берутся и служат примером для остальных ребят. У нас живой такой достаточно коллектив, много работы. Они поощряются в том числе за такой живой подход к работе. То есть вы разделяете позицию, что одним из основных мотиваторов для IT-специалистов это все-таки интересная работа, хороший коллектив, интересные проекты? Есть люди, которые к нам приходят и говорят, что им в другом банке неинтересно работать. И хотелось бы в новой сфере работать. Они работали в коммерческом банке с физиками, на карточках, например, сидели. Им интереснее поработать. Теперь уже стало в корпоративном секторе, где много вопросов с аналитикой и завязанных между собой систем по учетам, и учетных, и аналитических, и отчетных систем. Видеть новые задачи и получить возможность их реализовать. Да, но их цена при этом возрастает. То есть чем больше они узнают, тем дороже они становятся. Это понятно. И тем больше зарплаты могут. Да. Спасибо, Дмитрий. Сегодня мы поговорили о перспективах развития IT в МСП-банке. С вами была программа IT-трансформация. Оставайтесь с нами, смотрите следующие передачи. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok